Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди выходные, это не может не радовать, но, к сожалению, это, пожалуй, единственная хорошая новость. Мы продолжаем следить за тем, как развиваются события в отношении рисковых инструментов. И самое главное, что сейчас можно сказать, трейдеры действительно сбрасывают риск, потому что в мире все-таки произошло распространение этого самого вируса, пневмонии, о которой мы говорим на протяжении всей недели. В разных региональных географических объектах фиксируются случаи этого заболевания. Важно отметить, друзья, то, что, к сожалению, распространение вируса произошло еще до того, как в Китае стали отмечать лунный Новый год. Это, собственно, сегодня стартует, скажем так, этот праздник, период, продлится он до конца января. Но на текущий момент, из-за того, что эпидемия развивается очень активно, известно, что количество заболевших уже превышает тысячу человек. Летальные исходы также, друзья, исчисляются уже десятками человек. И несколько крупнейших мегаполисов взяты, в прямом смысле, под карантин, под колпак. Полностью со вчерашнего утра приостановлено транспортное, авиа и железнодорожное сообщение. Есть даже зафиксированные, но пока что неподтвержденные случаи того, что это заболевание проникло на территорию России. В данный момент времени трейдеры очень сильно опасаются за то, что сравнение раньше этого вируса с той атипичной пневмонией, которая разразилась в 2003 году, оно было лишь условным, поверхностным. И, учитывая текущие масштабы, опять же, туризма, распространение путей сообщения, коммуникации, последствия могут оказаться еще более удручающими. В отношении нефтянки, друзья, мы вчера пытались прикинуть, как этот вирус отразится на спросе на углеводороды. И также соотнеслись с последствиями распространения атипичной пневмонии тогда, в 2003 году, спрос на нефть снизился больше, чем на 150 тысяч баррелей. Сейчас уже есть оценки, что спрос может просесть больше, чем на 300 тысяч баррелей в сутки. Вы видите, что снижаются все рисковые инструменты без исключения. Ну, может быть, какие-то активы по чисто внутренним факторам показывают положительную динамику, но это больше исключение. Снижаются фондовые рынки, нефтянка остается под давлением. А вот инструменты, которые в периоды такой неопределенности выигрывают, это классическая защита, она сейчас пользуется спросом. В частности, говоря про рынок нефти, 61,46 сейчас котировки. Отмечу, друзья, что помимо, опять же, опасения в связи с распространением вируса и впоследствии его влияния на глобальный спрос, на нефтянку еще давят признаки значительного роста предложений, избыточного предложения. Мы анализировали комментарии Фатиха Бироли, который возглавляет Международное юнотическое агентство. Он, в принципе, сослался на то, что переизбыток может составить 1 миллион баррелей. Вчера вышел отчет по запасам нефти. Все запасы снизились, это стало локальной возможностью у трейдеров покупателей несколько перехватить инициативу продавцов. Они немного воспользовались, но, друзья, нужно понимать, что все-таки сейчас рынком нефти также управляет риск распространения еще большего вот этой инфекции. И до тех пор, пока ее не удастся локализовать, взять под контроль и снять вообще вот этот катализатор основных панических настроений, к сожалению, мы не сможем по рынку углеводородов вернуться к прежнему восходящему тренду. Хотя, с точки зрения основных фундаментальных показателей и факторов, которыми можно было бы оправдать долгосрочную динамику, вы помните, у нас была база, на которой мы росли. Но в игру вмешался вот этот форс-мажорный фактор. Доллар-иена, динамика пары, также является доказательством того, что сейчас доллар особо никак не влияет на поведение этого дуэта актива, так же, как и на прочие финансовые рынки, потому что здесь в конкуренции с долларом-иена иена выигрывает по факту, как я уже отметил, любого роста напряженности, любой рыночной паники, и в данном случае паника, она как раз связана с этим коронавирусом. Золото также пользуется спросом, 1560 долларов за тройскую унцию. Друзья, если будет откат снова в район 1550, считайте, что это подарок также тем, кто ранее не вошел в длинные позиции. Очень надеюсь, что вы ознакомились также с материалом, который я подготовил для вас, с видеоконтентом в рубрике «Пульс рынка» по перспективам этого актива до конца года. Евро против доллара 1,1048. Как мы ожидали, европейская валюта оказалась под давлением. С одной стороны, друзья, это следствие общего сброса риска, но в отношении евро еще было и заседание Европейского центрального банка. Я очень детально следил за комментариями Кристин Лагард в ходе ее пресс-конференции. Но единственное, что могу сказать, что сейчас, конечно же, заседание ЕЦБ уже не те, что раньше. Если бы мы, скажем, несколько лет назад услышали риторику, подобную вчерашней, Кристин Лагард сделала заявление, друзья, это прямая цитата, что политика должна оставаться ультрамягкой в течение очень длительного периода времени. Несколько лет назад это стоило бы евро, я думаю, что не меньше нескольких фигур. Но в данном случае реакция оказалась сдержанной, хотя не будем сильно сейчас набрасываться на Кристин Лагард. Она спровоцировала нужную нам динамику, европейская валюта снизилась. ЕЦБ дал сигнал о том, что политика будет оставаться мягкой. Эта политика совместима только лишь с лабым курсом евро. Сегодня, кстати, в 12.00 выйдут данные по производственной активности крупнейших европейских экономик. Германии мы за ней, конечно же, следим. И еврозоны в целом. Уверен, что статистика снова разочарует. И это должно помочь, друзья, нам добраться до нашей с вами цели недельной в районе 1.10. Фунт против доллара 1.31.19. Сегодня важный день для фунта, с точки зрения статистики. Довольно редкое явление. Я не помню даже, когда было такое в последний раз. Но данные по производственной активности в сфере услуг выйдут буквально в одно и то же время. То есть это два сектора, которые позволят нам безошибочно определить будущие темпы роста английской экономики. Я считаю, что статистика разочарует. Вообще уверен, что трейдеры забросили фунт слишком высоко. Он недостоин текущих значений. Особенно на фоне сохраняющегося риска отсутствия сделки с Европейским Союзом. Поэтому рассчитываю, что сегодня статистика все-таки притопит позиции фунта. Доллар канадец 1.31.27. Канадский доллар просел после того, как Банк Канады принял решение оставить ставки на прежнем уровне 1.75%, но намекнул на возможность ее осмягчения в случае ухудшения ситуации в плане публикации макроэкономических отчетов. Данные по инфляции, друзья, при этом оказались более-менее хорошими. В принципе, мы видим, что значение по инфляции держится вблизи целевого значения. Сегодня в 16.30 выйдут данные по розничным продажам, по прогнозам. В принципе, ожидаются хорошие цифры. Они должны поддержать канадца. Я уверен, что единственная причина, по которой просел канадец, это снижение цен на нефть, друзья. Поэтому, конечно же, то, что произойдет с парой дальше, будет зависеть от того, как быстро сможет оклематься нефтянка. И по австралийцу те же цели. Мы ждем закрепления пары ниже 0.68. Австралиец после данных по рынку труда укрепился. Но, как я уже отметил, при анализе этой статистики очевидно, что на рынке труда нет того самого позитива, потому что занятость увеличилась только в показателе частичного трудоустройства. Это не сигнал оздоровления сектора. Плюс ко всему, мы ждем февральской статистики, которая покажет нам масштабы бедствия для австралийской экономики, как следствие лесных пожаров, охвативших 70% территории этого региона. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.